Новый указ 278, о котором мы уже говорили с вами в одной из предыдущих программ, ускорил Светкин штаб заняться типографией бесполезной бумажки. Презентовали даже дизайн своего аусвайса. Но чтобы запустить его в типографию, нужны деньги. Вот и пришлось вновь так называемой лидерке протестов заняться политическим эскортом. Ой, простите, отправиться в политическое турне, чтобы с высоких трибун презентовать недодокумент в формате А4. Мол, смотрите, помогите, признайте паспорт. Пока безуспешно. Никто не хочет признавать данный аусвайс. Ведь все же европолитики понимают, с кем имеют дело. Признай такой паспорт, домохозяйка со своей сворой начнут продавать его налево и направо. Как мы знаем, деньги они очень любят. Здесь к гадалке не ходи, именно так они и поступят. Беженцы купят и захотят поехать в Германию, Швецию, Италию, Францию и так далее. И кто гарантирует, что помимо беженцев паспорта не достанутся террористам и диверсантам? Да и вообще, как можно признать такой документ? Кто будет отвечать за хранение личных данных? Какие социальные гарантии введут? С этим паспортом будет ли возможность поступить в ВУЗ, получать стипендию, декретные, пенсию и так далее? Вопросов очень много, ответы на которые и не нужны. Всем понятно, что Фелькина грамота нужна для того, чтобы было на что беглому штабу на постоянной основе гранты клянчить.